Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в «Живую». В семейной жизни муж когда-то принял решение, что денег давать не будет. В принципе, она сказала, хочешь что-то купить, иди заработай. Ну, все разумно. Что сделала женщина? Пошла работать. Молодец. Сделала карьеру, достигла успеха. Ну, казалось бы, дом полной чаши, муж зарабатывает деньги. Ты живешь на своей, очень удобно, да? Да, очень удобно. Муж зарабатывает деньги, а ты как бы да. В чем проблема? В том, что я чувствую, что я хочу расти, карьеру делать, а его это возражает. И, так сказать, все попытки там растения. А зачем вы живете с этим человеком? Конкуренция. То есть, вы хотите поконкурировать, поэтому вы живете, да? У нас, да, интересные партнерские взаимоотношения. Не мужчины, а женщины, а друзья. С одной стороны, все время спорим, как огонь и вода. Вот не бывает, сколько мы такого взаимоотношений. А в то же время, как бы, интересно общаться. Общайтесь? Вам же интересно? Закрепить, да. Ну, а зачем вы просите меня разрушить эту идиллию? Хочется выйти из-под контроля. Так вы партнеры, друзья или под контролем? Ну, приходится подыгрывать. Почему? То есть независимо, деньги зарабатываешь, карьеру строишь. Почему приходится подыгрывать? Ну, потому что в семье надо притворяться, что ты мягкая, добрая, спокойная. Ну, чтобы у него было ощущение, что он жущий. Вообще ничего не смущает? Вот прямо, а ничего у вас, да, в этом не смущает? Смущает. Ну, и вы же построили эту жизнь. Да. Ну, вот вы в ней и живете. Есть три варианта построения отношений. Первое. Это патриархат. Условный патриархат. Я патриархатом называю отношения, где мужчина в отношениях локомотив. То есть мужчина тянет, мужчина прет, мужчина достигает. А женщина, ну, это вагон с углем. То есть она его вдохновляет на это делать. И он с большим удовольствием ее везет, потому что это источник его вдохновения. Ему это очень нравится. Есть патриархальные отношения, где женщина локомотив, она тащит, она достигает. А мужчина вагон с углем, который вдохновляет на это. Может такое быть? Да, может быть. А бывают равные отношения, где друзья, партнеры и всякое такое. То есть каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Ну, иногда пересекаются. Ну, там, потрахаться. Ну, я не знаю, что. Чтобы скучно не было. Ну, такие-таки истории. Какой вариант лучше? Кому что нравится? Любой вариант хороший. Можно тут сказать, что для меня вариант лучше такой. Потому что для каждого отдельно взятого человека в зале есть всего один вариант. И мы выбираем тот вариант, который нам подходит. Если люди совпадают с супругом. Ну, если люди вместе, значит, совпадают? Нет. А зачем они вместе? Кривычка. Кто-то хочет переделать что-то втихаря. Пусть хочет. Жизнь тяжелая, слава богу, недолго. Так вот, продолжим эту аналогию. Это вот то же самое, когда вы, допустим, хотите подключить какой-то телефонный тариф. Приходите в МТС. А вам говорят, у нас есть три тарифа на выбор. Патриархальный, матриархальный и равный. Выбирайте. И вы выбираете. И в каждом из них есть некие бонусы, которые вам подходят. Один выбирает, мне здесь интересно, здесь много интернета. Один говорит, а я вот хочу этот здесь, а там 600 бесплатных смс. А здесь еще, ну, но в каждом тарифе свои какие-то бонусы. Вы выбираете, какой тариф. Один. Что означает, что в рамках этого тарифа вы будете жить. Вы не сможете по своему желанию из разных тарифов выдергивать бонусы. А в жизни иногда люди глупые, недальновидные, наивные. Выберите, что вам подходит. Они думают, что мы будем жить в разных отношениях. А я там еще надергаю немножко патриархальный. Потому что я хочу быть женщиной, а я хочу быть за... Нет. Так не бывает. Чтобы быть женщиной, быть под защитой, сидеть в вагоне, вдохновлять, нужно купить тариф патриархальный и ехать в нем. Можно доп. опции подключить. Подключайте. Подключайте, да. Жизнь это не телефон. Хер, подключишь доп. опции. Вон, баба подключила доп. опции. И сидит так, и всем объяснит, что доп. опции. Все нормально. А по ночам плачет в эту, в подушку. Вторая сидит тоже. Все хорошо, доп. опции подключила. Мы в равных отношениях. Каждый за себя. А потом бац! Еще немножко детей ты народила. Бац! Еще немножко надо готовить, убирать, стирать, гладить. До попции я. А мы равные, мы равные. Мы независимые. Если он умрет и уйдет к бледям. Я уже готовая, я самодостаточная, независимая. Да, да. Мы в патриархальных отношениях. Ты господин, ты умный. Ты лидер защитник добычи. А когда надо, ты шо сука такая тупорылая? Куда ты лезешь? Я в нос, как у петушка, блин. Послушаешь, я женщина, и бац! Из патриархального надергала. Мы каждый за себя, каждый работает, да. Каждый зарабатывает, самый самодостаточный. А давай твои деньги тратить на семью, а мои на меня, потому что я богиня. О, тебе, дурюбин. Такой вариант возможен только в патриархальном формате. А в равном, каждый за себя. Каждый за себя. Вот и подумайте. Хитро сделанные мужчины и женщины. Но эта хитро сделанность расстраивает и порчит жизнь только самому хитро сделанному. А там можно подкупать, добавлять доп. опций, доп. бесконечности. Давайте нагрузим Ишака. Может, не сдохнет? Какие у нас еще есть вопросы? Надеюсь, я вас не обидел. Сейчас вот эта милая дама попала в глаза, а потом сразу же вы, сразу же, небедленно вы. У меня такой вопрос. За мной ухаживает мужчина, и он сделал заявление своим друзьям, что хочет со мне жениться. А вам взял это заявление? Нет, он увидел, что... А потом он меня спросил, почему ты не ответил? Я говорю, у меня же не было ко мне конкретного вопроса, вызывали ли я науки или нет. Ну и вот у нас состоялся разговор по поводу этого. Я говорю, ну давай обсудим, как мы будем вообще жить, где, как, что. На что он говорит, что, ну это же не важно. Важно же, что главное, мы были вместе. Я говорю, ну не важно для тебя, но важно для меня. Вот. У нас нет интимных отношений, как бы, вот курсиком, ну, что я хочу после свадьбы. После свадьбы. Вот. И каждый его разговор заканчивается под текстом сексуальный. Ну я, степень, а чем он должен? Я говорю, может быть, тебе не нужно вообще на мне жениться, ты просто хочешь, ну, меня в постель затащить, и уже разными способами пытаешься, и даже уже дошел до того, что хочешь сделать предложение, причем не мне. Не надо так анализировать, это, ну, не надо так в лицо человеку кидать. Мы такие умные все стали, все такие психоаналитики. Психоаналитика нужна для того, чтобы психоанализировать, а не транслировать на объект своего анализа. Мне было бы неприятно, если бы мне прямо вот так кто. Ну, он же это так и делает. Ты абсолютно права. Он именно это и делает. Потому что любой нормальный мужик в этой ситуации именно это и будет делать. Но говорить ему об этом не надо. Вывел он на чистую воду. Мужчина хорошо себя чувствует, когда он видит, что баба знает, но не говорит. Вот это он такой, спасибо, что дала мне сохранить лицо. А когда куда ты, похотливый черт, чтоб живого человека совать задумал, знали о вас все, поголовье ваше вот это все, блядское. Услышала? Мадам? А потом увлекся свободной жизнью. В последнее время, да, сказал, что на дела тащи сам их, как хочешь. Но проблема в том, что, для меня проблема, я считаю, для детей, в том, что они тянутся и хотят, а ему это не нужно. Ну, все, да, так. То есть, не нужно настаивать, и как себя вести правильно? Как грамотно объяснить детям, что? Ну, как, не скажешь, что два года? Ну, я же знаю, детям лет сколько? Одиннадцать и тринадцать. Ну, вот, в одиннадцать и тринадцать им надо рассказать так, чтобы дети в одиннадцать и тринадцать лет успокоились. Им не нужна правда, им нужна схема. В два года одна история, там, про папу-космонавта, там, ну, в тринадцать еще одна история. Вы же знаете своих детей, поэтому детям не нужна правда. Детям нужна информация, которая, ну, удовлетворит их любопытство. Заставить его? Ну, как вы заставите? Мы уже тут говорили, как он. Заставить? Ну, нет, не надо общаться. Ну, вы должны, давайте так. А вы, милое, красивое создание, неудачно построили отношения. То, что у вас родились красивые дети, стопроцентно это ваша заслуга. Но построить отношения вы не сумели. Пятьдесят процентов вины за то, что у вас не получились отношения на вас. Пятьдесят процентов на том козле, несколькой твари. Ну, как вам было приятно. Да, да, я думаю, как-то так. На данный момент, на данный момент, вы развелись? Развелись, алименты он платит? Ну, неофициально. А надо сделать официально. Мой вам совет. Для этого брак и нужен, чтобы алименты были официальны. А дальше все. То есть настаивать не нужно и призывать его к совести, что это все-таки приедите, а не тянутся к тебе. Вот это делать не надо. Это выглядит пошло. Вы меня услышали? Эффективность была бы, я бы вам посоветовал. Эффективности нет никакой. Я увидел вас, но чуть позже. В браке 22 года. Двое детей, все хорошо, муж зарабатывает, я дома. Что там, после «но»? Как объяснить мужу, что после 20.00 не должны звонить по работе. Очень сильно напрягает. Я считаю, что это мое время, время детей. Но работа сопряженностая, ну, я понимаю, все прекрасно, муж зарабатывает, это очень хорошо. Но бывает, что очень сильно напрягают звонки, в том числе от женского пола. Это по работе. Это по работе. Но меня это напрягает. Иногда я не выдерживаю вот это вот. Почему вас это напрягает? Вы смогли объяснить? Да, я смогла объяснить, что это мое личное время. То есть работа есть работа. Но, допустим, после... Хорошо, вы объяснили, вы нарисовали границу. Как вы защищаете границу, которую вы нарисовали? Я объяснила, он обиделся. Да. Он считает, что это какая-то моя некая ревность и непонимание. Хотя я не из таких людей, которые непонимают. Я всю жизнь поддерживала мужа. Ну, вы что, передо мной-то оправдываетесь? Нет, я не оправдываюсь. Ну, он-то обиделся? Он обиделся. Ну, значит, все не так, как вы рассказываете. А как? Откуда же я знаю? Как это выглядит? Хорошо, вы договорились, он обиделся. И дальше? Ничего. Я не знаю, как... Дальше действительно как-то... Он продолжает звонить, ему... Ну, как он пострадал? Он пострадал. Это ответ на ваш вопрос. Границы нужно выстраивать. Границы нужно защищать. Из-за нарушения границ нужно наказывать. Иначе это не работает. Вы границу нарисовали, но забыли ее защищать. Ну, допустим, правительство Российской Федерации сделало границу между Россией и Монголией. Монголы обиделись. Поэтому, из-за того, что монголы обиделись, русские сняли пограничников. С российско-монгольской границы. Монголы обиделись. Теперь монголы ходят так. Вам ничего не напоминает? Бред же? Ну, вот именно так и выглядит ваша ситуация. Если бы... Ну, у меня... Я телефон отключаю. Мне нельзя позвонить. Я тоже очень занятой и важный человек, но мне нельзя позвонить. Потому что я его выключаю, а вообще у меня есть помощники, которым звонят. И уже их жены с ними, ну, парятся. Да. Но если бы мне моя супруга сказала, что, пожалуйста, сделай так, что после 10 часов нам не звонили. Ты можешь мне это пообещать? Я бы, скорее всего, пообещал. Если бы я это нарушил, я бы пострадал. Не из-за того, что она там большая, сильная женщина. Она маленькая и не сильная. Но я обещаю. А тебе достаточно обидеться. Павлик, ну, что такое? Ты что, ёршиком не можешь пользоваться? Вешал унитаз в черкашах. Я обиделся. И вообще теперь, да. И крышку загадил, да. Ты меня услышала? Мадам? Ну, давайте, вам надо, потому что вы же не можете успокоиться уже 1 час 30 минут. Пожалуйста. Ну, не знаю. Вы такая активная там, прямо. Я чувствую, вы там источник вдохновения. Или кто-то под вас косит. Подруга, наверное, да. Она прячется вот так и шепчет. А я думаю, что вы. Ну, да пожалуйста. У меня рот закрыт. Все, все, все. Вы не могли. Я был неправ. Мое поведение недостойно советского офицера. Задавайте вопрос. Следующий вопрос девушки. Она спросила вопрос. Вы сказали, вы не смогли построить нормальные отношения? Вот как построить нормальные отношения? Слушать тех, кто умеет строить нормальные отношения. Скажите, вы построили нормальные отношения? Угу. Я уже 17 лет рассказываю. Вы прослушали какую-нибудь мою лекцию? Это первая, да? Это первая. Я предлагаю вам прослушать 200 лекций, и вы станете большим специалистом. Ну, то есть, в двух словах это не объяснить. Это то же самое, если, я не знаю, серьезно спросят. Кстати, как стать счастливым? Давай так, в двух словах. Нет, ну, это серьезный фундаментальный вопрос. То есть, нет, нет, так не получится. Как построить отношения? Надо изучить. Это очень сложный вопрос. Ну, это то же самое, как построить атомную станцию. Ну, вряд ли вы ожидаете ответ. Трах-тиби-дох-тиби-дох. Хоп, и пять реакторов. То есть, семейная жизнь. Здесь ничего нету лишнего. Поэтому, извините, что ссылочку такую сделал. Опять же, 20 книг в моем исполнении хорошо звучат. И что их великолепно, еще занятно, да? Великолепно стоят на книжных полках. Они так гармоничны. А расскажите, когда? Слушаю вас. О, тайная подруга женщины, которая все время молчит. После развода дети ответственность двух родителей или только мать? Опять же, касаемо девочек. Ну, а как вы эту информацию отнесете этому безмозглому, безответственному второму человеку? Нет, ну вы же ей сказали, что это на 50% ее вина, что они не страдают. Конечно, поэтому дети остались с ней, а он должен платить деньги. Так устроено. Ну, а до этого были вопросы, где там вы говорите, он абсолютный козел, зачем ты с ним живешь? Но дети же, они не должны страдать от... А они не страдают, если два ненавидящих друг друга человека заставляют находиться... Не обязательно люди друг друга ненавидят после развода. Просто кто-то, ну, расходится, да? Ну, кто-то, наверное, более ответственный. Ну, то есть, если вам ваш бывший муж говорит, вот родила себе, сама и воспитывай. После этого вы скажете, заходи, чай попьем, мы же должны для детей. Ну, очевидно, что он его ненавидит после таких слов. Я другом говорю. Не обязательно, что бывший супруг там алкаш, ненавидит там друг друга. Конечно, не обязательно. Я не знаю, что, например, отношения разрушат... Стоп, подожди, Солнце, давай так. В чем вопрос? Что ты хочешь спросить? Что, как правильно после развода именно подключить двух родителей к воспитанию... А кто должен подключить? Вы хотите подключить? Наверное, у матери ребенок вышло все равно. Ребенок остается у матери, а на мужчину традиционно финансовую проблему вешают. Если он не хочет какого-то подключить. Все, по-другому никак не получится. Поэтому, если у вас какие-то есть отношения, да, если вы друг друга не поубивали в процессе счастливого брата, если вы не накопили ненависти столько, что вы хотите, ну, моментальной и мучительной смерти друг другу, ну, а если, как бы, вы разбежались и теперь хотите это... А теперь давай вместе будем... Ну, нет, это в каждом отдельном случае. Если два человека в адеквате, они это делают. Но если кто-то один не хочет, второй это вот заставить не может. Именно это я девушке сказал. Если не было такого, она говорит, она спрашивает, мой муж очень хороший человек, хочет участвовать, хочет давать деньги, хочет... Он очень приличный, адекватный человек. Но я решила, чтобы эта сука даже не... Потому что развелся, значит развелся. Все, тьфу, тебя в рот, чтоб ты сдох. Не было такого разговора? Не было? Он не хочет? И когда я даю ответ, я говорю, если человек не хочет, заставить нельзя. Нельзя заставить человека любить своих детей, о них заботиться. Нельзя заставить жену дружить с мамой. Ну, нельзя, так не бывает. Это как нельзя заставить мужа любить твоего кота. Ну, так не бывает. Согласны, что мы немножко, ну, мягкость теплым смешали? Слушай вас. Девочки, тихо, тихо. Девочки, девочки, пожалуйста, тихо. Молчу, видите? Вы молчите. Я вижу. Но какая-то красивая другая девочка не молчит. И немножко мешает. Извините, что я отвернулся от вас, простите. Но вот девушка тут, просто вот такой зал. Я бы никогда не отвернулся. Ну, надо. Ненадолго. Да. Про устраивание границ, там сейчас говорили и про их нарушение. Вот мне такой вопрос. Как правильно доказывать, да, ребенка, подростка, мальчика, за, ну, какие-то простуки? То есть, в возраст переходный, если включать... Сколько лет? После 14 лет это делать бесполезно. До 5 лет ребенок царь, с 5 до 14 ученик, когда можно его выстраивать. После 14 друг. У вас есть друзья? Как вы наказываете друзей? Это ответ на ваш вопрос. Поэтому, ну, прогулял. А что, в школе никто не заметил? Заметили. Все? У него возникли же там проблемы? Что вы хотите, добавить проблем? То есть, что он не понял? Как раз в лучшем я задала такой вопрос. Мы эту тему обсуждали с родителями. И мои родители говорят, что я неправильно его воспитываю. То есть, нет у меня жесткости. Солнышко, все родители говорят своим детям, что они неправильно воспитывают. Так устроен этот мир. Используйся метод беседы, доверяйте в его отношения. Ну, потерпи своих родителей. Ну, что ты сделаешь? Ну, ты молодец. У тебя же есть книга по воспитанию детей? Есть? Будет сегодня. Я уверен. Смотрите. И, конечно, это родителям говорить не надо, но, тем не менее. Вот смотрите. А кто вас воспитывал? У родителей вас воспитывал. То есть, они хорошие воспитатели? То есть, а если они хорошие воспитатели, что является результатом их хорошего воспитания? Вы. Да? То есть, они же вас воспитали? То есть, если они вас воспитали, то вы, значит, нормальный человек, который тоже может это делать. Если же вы, ну, рукожоп, который не может воспитывать детей, а они твои воспитатели, так это же они тебя так научили. Значит, они воспитатели говно. Плохие воспитатели. Если они плохие воспитатели, тебя плохо воспитали, их к воспитанию детей вообще допускать нельзя. Что было нелогично? Ну, говорить это не надо. А думать надо об этом. Поэтому близко к сердцу не надо брать. Ну, родители так. Они тебя любят. Они хотят помочь. Поэтому, ну, что ты сделаешь? Мы иногда причиняем добро своим близким. Наносим пользу. Ну, вот уже она. Потом сразу. Сразу вы. Да? По вчерашнему, вот на сколько можно одного можно в отпуск отпустить? Что значит на сколько? Вопрос. 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 А как он тебя выгулил? Долго выгуливал? Да. А все время? Ну, почему? Ну, вот мужчина повез тебя в Испанию на две недели, выгуливал, радовал, все, отвез домой. А потом поехал на две недели с пацанами туда, в Ленобласть, на Воксе, справляться. Справляться на бревнах. Ну, вот нормальная история. Нормальная история. Ну, мы пляшем от того, что вы адекватные люди. Он же тебя выгуливал в Испании не для того, чтобы ты успокоился, а он поехал и потом в каком-то гей-клубе Никанорушка розами бился две недели. То есть, если отношения нормальные, то в отпуске не должно возникать мысли затрахать все, что движется. Потому что волнение, насколько отпускать, это же речь идет о том, ну, насколько отпустить, чтобы никого не воткнулся. Ну, если мужчине надо воткнуться, поверь, он воткнется, а пока ты в душе. Понимаешь? То есть, нет вот этой темы, что, ну, опять же, опять же, есть какие-то временные рамки, мы, возможно, тоже должны это затронуть, да. А надолго оставлять супругов нельзя. Нельзя. Поэтому я всем вот этим подводникам, всем нефтяникам, всем капитанам дальнего плавания, вахтовикам говорю, ребята, это ненормально. Чаще всего. То есть, не надо надолго бросать семью и куда-то уезжать. Во-первых, ты куда-то уедешь на 9 месяцев и какого-то пингвина на станции полярной трахать будешь. И бабу тут бросишь на 9 месяцев. Ну, скорее всего, домой, когда приедешь, будешь рогами стучать в дверь. Ну, такая вот история. Поэтому, опять же, мы, как это, обобщаем. Две недели это нормально. Я, кстати, езжу специально две недели только. Две недели я езжу, через две недели я приезжаю домой по-любому. И две недели нахожусь дома. Потому что мы живые люди, и живые люди должны, ну, обмениваться за теплом. Если я уеду на год, и через год приеду, я, может, не узнаю жену. И она скажет, кто это? Что это за человек? Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в живую.